Чтобы помнили, накануне под Санкт-Петербургом на мемориальном комплексе «Невский пятачок» торжественно открыли памятный знак жителям Карачаева-Черкесии защитникам блокадного Ленинграда. Память наших земляков увековещена на том самом месте, где во время Великой Отечественной шли смертельные сражения и предпринимались многочисленные попытки Красной Армии прорвать блокаду Ленинграда. В открытии памятного знака приняли участие спикер парламента КЧР Александр Иванов и члены Совета Федерации от КЧР Ахмат Салпагаров и Крым Казаноков. Напомним, что медалями за оборону Ленинграда награжден 141 житель Карачаева-Черкесии. В память о защитниках города несколько лет назад на Пискаревском кладбище установили мемориальную доску, а отныне любой может почтить память наших земляков-героев и на Невском пятачке. Пятачком его назвали из-за сравнительно небольших размеров – два километра вдоль Невы и 800 метров вглубь от береговой линии. Однако человеческие потери на этом кусочке земли в годы войны были просто ошеломительными. За сутки на этой земле взрывалось более 500 тысяч бомб и снарядов. Неудивительно, что в этой кровавой мясорубке столько безвестно павших бойцов, чьи-то имена все еще устанавливаются по фрагментам боевого обмундирования и останков, которые поисковики все еще тут находят. И вот на сегодня таковых выходцев из нашей республики определено 40 человек – участников сражения именно на Невском пятачке. Всего же, по известным на сегодня данным, освободителей Ленинграда из КЧР – более 800 человек. Но никогда не повлекнут в памяти народной и героической битвы на Неве. Не померкнет слава героев, бойцов, сержантов, офицеров, генералов. Тысячи воинов, наших земляков проявили мужество и героизм в тех боях. Многие из них также навечно остались лежать на этой священной земле. На страницах фронтовых газет Ленинградского фронта постоянно печатались добрые слова о наших земляках, героически сражавшихся с фашистскими захватчиками. 40 наших жителей, державших оборону на Невском пятачке, приняли здесь свой последний бой. Мой дед тоже воевал на Волховском фронте, тоже защищал Ленинград. И я сам уже дважды дед. И вот я смотрю на молодых курсантов, воинов с оружием в руках. Они уже не только внуки, они и правнуки тех героев, что воевали здесь. Возрождение имен, которые внесли свой огромный вклад, в том числе имен наших земляков, которые защищали Ленинград, это очень и очень большое стоит. И я глубоко убежден, что сейчас молодежь, она очень близко воспринимает все то, что связано с нашей историей, с героической историей, как Карачаева Черкесии, так и всего нашего российского государства. Продолжение следует... Продолжение следует...